На заседании Думы города 18 сентября к депутатскому корпусу присоединились сотрудники администрации, вернувшиеся из командировки в Санкт-Петербург. Напомним, что глава администрации Игорь Ральников, заместитель главы администрации Татьяна Попова и начальник отдела образования Ольга Валенкова посетили одну из новых школ в пригороде Санкт-Петербурга. Именно такой проект школьного здания подойдет Бую. Напомним, что в планах на ближайшие годы строительство в Буе новой школы на 800 учащихся. Игорь Ральников рассказал депутатам об участии города в региональном и включении Буя в федеральный проект «Современная школа нацпроекта образования» на 2021-2022 годы. Игорь Александрович представил информацию о уже выполненных мероприятиях. Выбран участок на улице 9 января. Проведены необходимые изыскания. Изучаются коммерческие предложения. Глава администрации также дал обоснование необходимости строительства новой школы. Это в первую очередь вторая смена. В последние пять лет во вторую смену в школах города обучается примерно 450 детей, что составляет 16,16% от общего количества обучающихся в городских школах. Это школы номер 2 и номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. Снижения этого показателя не наблюдается. В школах номер 13 и номер 1 нет актовых залов, что осложняет организацию внеурочной и внеклассной деятельности и реализацию программ дополнительного образования. Кроме этого, здания первой школы 1939 года постройки имеют большой процент износа. Ожидается рост коэффициента рождаемости. Число родившихся на тысячи человек в 2019 году составило 10,3. По прогнозу, в 2022 году показатель увеличится до 11,6%. В 2025 году до 12,4%. Согласно данной стратегии, чизленность постоянного населения, то есть среднегодовая чизленность в 2019 году составит 23,710, а в 2025 году 23,330 тысяч человек. По статистическим данным, которые представлены на слайде, то есть это прогнозное число учащихся в общего образовательного школах города. Таким образом, если вот эта тенденция будет сохраняться, прогнозная численность детей, обучающихся во вторую смену в 2023 году составит 610 человек. Таким образом, с учетом количества обучающихся в новом сошной на родину города Гоя, построенный объект будет заполнен на 100%. Дальше, в общем, есть необходимость строить эту школу с бассейном. Значит, строительство школы с бассейном позволит решить ряд проблем. Во-первых, создать условия для обучения детей плавной круглогодично. В период реализации программы, ну, общей программы обучения детей плаванию, обычно 1922 ребенка, что составляет 75% от общего количества детей. В возрасте от 7 лет, от 4 до 17 лет. В связи с отсутствием бассейна на территории города, практические занятия в течение 7 месяцев проходят в бассейне «Нептун» поселок Кричинской Бары, который работает только в отопительный период. Транспорт на расходы, на доставку детей ориентировочно составит за 3 года более миллиона рублей. Новая школа, мы планируем, будет иметь автономную котельную, что позволит обеспечить работу бассейна. Значит, строительство бассейна в городе позволит развивать вид спорта плавания, квалифицированный кадровый ресурс для этого в городе существует. Развитие нового вида спорта в 2022 году положительно отразится на основные показательные программы по развитию физкультуры и спорта. Так, доля граждан городского города будет систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения увеличится с 40,5% до 48,7%. Численные граждане города, систематически занимающиеся физкультурой и спортом в общей численности населения увеличится до 10,811 человек. Ну, понятно, что это данные статистические прогнозы, то есть в общей численности с 62,8% до 88,5%. Таким образом, введение в эксплуатацию нового здания школы муниципального образования позволит получить следующий социальный эффект. Это полная ликвидация второй смены в общей образовательных организациях, создание комфортных условий обучения для определенных групп обучающихся, повышение качества оказания образовательных услуг, повышение возможности оказания образовательных услуг дополнительного образования, создание оптимальных условий для реализации мероприятий по здоровью и сбережению, развитию вида спорта плавания, создание условий для открытия специализированных спортивных классов, успешную реализацию программы по обучению физкультуры и плавания, но все пользование школьного бассейна для предоставления услуг населения. Это вкратце обоснование необходимости строительства новой школы. Все, наверное, знают, что этот вопрос обсуждался на совещании при губернаторе 26 июля этого года. В общем-то, одобрение у гости есть. Как выглядит современная школа, депутатам было представлено на фотографиях, сделанных буйской делегацией во время визита в Санкт-Петербург. На снимках были представлены учебные кабинеты с оборудованием, мастерские, актовый зал, рассчитанный на 825 мест, в котором можно разместить всю школу, столовая и пищеблок, бассейн с оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивный зал, библиотека. В ходе визита была проведена небольшая встреча с проектировщиком и застройщиком школы. Принимающая сторона рассказала буявлянам о том, на что необходимо обратить внимание в ходе строительства школьного здания, чтобы избежать проблем при его эксплуатации. Глава города попросил поделиться своим мнением участников делегации. Это современная школа, где предусмотрены все условия для обучения, воспитания, развития детей. И спортивное направление хорошее. Конечно, единственное, что мы, может быть, не совсем, нам понятно, там очень большие площади, нам бы хотелось немножко покомпактить. Кажется, что некоторые лишними есть площади, особенно рекреации очень большие. И в рекреациях есть еще отдельные помещения. Там, значит, интересно, что нам понравилось, что начальная школа – это тоже отдельный вход для начальных классов, отдельный вход в бассейн. И, соответственно, основная школа, основное и среднее звено. Большое количество, конечно, административного персонала, педагогического, обслуживающего персонала. И из-за того, что большая площадь, и, соответственно, конечно, нагрузка на обслуживание этого помещения достаточно большая. Но сейчас, вот вы, может быть, видели, не совсем это ярко показано, что как оборудование. Дело в том, что оборудование еще поставляет учреждения, и, ну, еще не полностью укомплектовано. Конечно, те денежные средства, которые выделены были из муниципального бюджета, порядка, я могу, тоже добавить, да, 82 миллиона рублей. Только на оборудование. Конечно, для города школа такая необходима, потому что дети развиваются. Сейчас идет в рамках нацпроекта образования различные конкурсные процедуры, конкурсы, где увеличивается количество и интерактивного оборудования для обучения и воспитания детей. Поэтому даже те площади, которые мы имеем, мы не всегда можем их использовать. Ну, так, как вот это правильно делать в настоящих условиях и для развития, для обучения наших детей. Настоящее время занятое строительство школы в Костроме и строительство школы в Костроме. На сегодняшний день мы понимаем, что в городе строительство школы тоже будет вестись. Значит, мы, наверное, одна из причин того, чтобы мы тщательно изучили вопросы и не допустили никаких ошибок, была в том числе и цель нашего визита. Потому что такой вопрос мы задавали вчера. Вот, на что нужно обратить нам внимание, чтобы не допустить каких-то ошибок. Нам, значит, было в том числе сказано, что и необходимые условия по безопасности в этой школе не были предусмотрены в Санкт-Петербурге. И конкретно они нам сказали, на что именно обратить внимание. Обратить внимание на кровлю. Ну, то есть, вот, я считаю, что поездка была полезной даже с этой точки зрения. Какие-то проблемные моменты они нам указали. Вот, конечно, школа производит очень приятное впечатление. Вот здесь не было на фотографиях отраженной рекреации. Значит, они тоже сделаны не просто, ну, вот коридоры и колидоры, да, они тоже обустроены так, чтобы ребенок мог отдыхать. Сделаны ненавязчиво, для детей очень удобно. И я думаю, что этот опыт мы, конечно, используем. Действительно, все монтируемое оборудование было установлено за счет застройщика. Все не монтированное оборудование, весь интерактив, за счет средств муниципалитета. Значит, было приобретено оборудование, ремонтированное на 82 миллиона рублей. Сюда входит не только учебное оборудование, но и все, что было необходимо и для содержания, уборки здания, для пищеблока. Мы отметили для себя, что столовый зал рассчитан на 340 детей. То есть это очень большой зал. Интересовало нас это, кто занимается приготовлением пищи, оказывает услугу. То есть у них есть арендатор. То есть в штате школы нет поваров. Эту услугу оказывает арендатор. И такая практика в данном районе Выборгском, она распространена на все школы. В этом стоимость питания спрашивали. Спрашивали, да. Стоимость питания у них, значит, все дети получают завтраки горячие, 58 рублей у них питание. И по желанию получают питание обед, обед 105 рублей. В среднем охват по школе горячим питанием составляет 98%. Значит, у них есть также датирование питания. 70% питания оплачивает бюджет, 30% это родительская плата. Это категория социальная, нуждающаяся, они получают питание бесплатно. Этот вопрос нас тоже интересовал. Но вот по содержанию работы могу сказать, что школа имеет, естественно, научную направленность. И доп. образование, и учебная деятельность организована именно с учетом этой направленности. Они тесно сотрудничают по ранней профориентации с вузами, которые работают на территорию Санкт-Петербурга. Вообще, конечно, общение доставило удовольствие. Мы общались с директором школы, с начальником управления образования и с моей коллегой, с обеспечением соцвопросов. То есть мы абсолютно понимали друг друга, нам было интересно, мы обменялись контактами. И я думаю, что наше общение будет продолжаться. В больших городах и областях, таких как Санкт-Петербург, подобные школы строятся в большом количестве. В том районе, где побывали буявляне, планируется построить 10 таких школ. Строительство подобных объектов поставлено на поток. А для буя, как озвучил глава города, это будет стройка века. Городу еще предстоит найти проектировщиков. Новая школа будет иметь статус первой школы. Значит, в данном случае примерно 70% детей, которые учатся в первой школе, это дети из-за люкса, из-за подвесного моста. То есть там микрорайон, в общем-то, такой достаточно населенный. Дальше центральная часть города, которая ходит в основном во вторую школу, и там наибольшее количество детей, занимающихся во вторую смену, чтобы им было, так сказать, достаточно комфортно доходить пешком до этого с оружием. Дальше у нас там основная концентрация спортивных наших объектов. Это и стадион, это и хоккейный комплекс, это спортивный, так сказать, зал достаточно большой. Соответственно, если рядом появится бассейн, то я думаю, что мы сможем здесь, так сказать, реконструировать дорожную сеть. Соответственно, под движение автобусное сделать определенные маршруты, которые завяжут здесь и центральную районную больницу, и наше спортивное сооружение в одно целое, я бы так сказал. Поэтому я считаю, что выбор правильный. Губернатор, в общем-то, выбор участка одобрил. Да, были у нас опасения по геологии в этом участке, но, в принципе, сваи на фундаменты проходят. Ничего там страшного нет. Затапливаемость, конечно, участка существует. Но основной уровень отсыпки – это где-то в районе полутора метров высоты, то есть нам необходимо будет поднимать. Соответственно, мы еще решим проблему для жителей микрорайона Зайёкс, поскольку поднимем вот этот пешеходный переход, который существует. В период паводков он исчезает под водой. Поэтому мы эту проблему параллельно постараемся решить. Кроме этого, там рядом находится газовая сеть, которая проходит основной газопровод в городовой. Значит, канализация и водопровод находятся как в районе Спартак, так и в районе Центральной больницы, что позволит нам, в общем-то, удешевить проект. Кроме этого, значит, по решению губернатора, значит, было, значит, у нас принято решение о проведении опроса на территории городского района Городбуль. Значит, инициатором опроса граждан является администрация городского района Городбуль. Значит, мне бы хотелось по итогам опроса, значит, опрос проводился между анходом улиц. Несколько кварталов было задействовано. Это улица Ленин, улица 9 января, улица Социализма, улица Советская, улица 17-го года, улица 905-го года. Значит, численность избирателей, зарегистрированных на этих улицах, составляет свыше 200 человек. Значит, минимальная численность участвующих опросов на размере 51% от общего числа, то есть 102 человек. Всего участвовало в опросе 114 человек, из них «за» высказалось 108, 95%. Шесть человек высказались против. Основной мотив тех людей, кто высказался против, сказали, мы сюда переехали, чтобы получить, грубо говоря, тишину и комфорт в какой-то мере, а получим здесь рядом школу. Получили вот еще хоккейный, там стадион, где тут куча народу теперь, а теперь еще и школу. Нам бы этого не хотелось. Но такое количество, оно минимально, 5% всего, поэтому комиссия единогласно приняла, так сказать, результаты опроса граждан как положительный. Соответственно, есть заключение комиссии, азвести протокол с результатами проведения опроса граждан на официальном сайте администрации городского оборудования и в газете «Анбуйская правда». На сентябрьском заседании депутатами также было приведено в соответствии с действующим законодательством положение о муниципальном земельном контроле. По вопросу доложила начальник земельного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом Анжелика Голунова. Управ делами городской администрации Галина Смирнова представила изменения в устав города, которые после обсуждения были утверждены Думой. Добавим, что поправки были внесены для приведения в соответствии с действующим законодательством. Доклады по двум вопросам депутатам представил первый заместитель главы администрации города Роман Косарев. Обсудив их, депутаты приняли изменения в правила благоустройства и в решение Думы о назначении публичных слушаний.